Вот уже 72-я весна заставляет нас снова и снова возвращаться к урокам той страшной войны. В эти дни во всех школах республики занятия по истории и классные часы посвящены одной теме – Великой Отечественной войне, Великой Победе. На уроки мужества побывала и наша съемочная группа. Нет, он не лейтенант. Кто здесь? Паловник. Посмотрите, видите какой. Первоклассник Женя Николаев этот день запомнит надолго. Ему доверили примерить настоящую шинель. Форменное военное пальто подарил музею Чебоксарской школы номер 30 участник Великой Отечественной войны – полковник Николай Васильевич Радаев. К словам, это один из первых школьных музеев боевой славы, который был открыт в Чувашии. Кроме шинели здесь хранятся еще тысячи подлинных экспонатов – автоматы, патроны, карты. Музей никогда не пустует, но в мае гостей особенно много. Сегодня экскурсию проводят старшеклассники. Молодые экскурсоводы не без волнения рассказывают своим друзьям о самых интересных экспозициях. Традиционный местный совет встречается в тиранах. В 1974 году шла первая встреча всех тех, кто сажался за Родиной. У нас в школе эти мероприятия проводятся ежегодно. Уроки мужества должны прививать любовь к малой Родине, к истории нашей страны, изучать боевые, трудовые традиции, воспитывать чувство патриотизма. Вместе со всеми посетили музей и капитан-лейтенант Альберт Семенов и танкист, полковник Владимир Лабутов. Они специально сегодня приехали в 30-ю школу, чтобы провести уроки мужества. Владимир Михайлович в конце 80-х гасил военный конфликт в Нагорном Карабахе. Многочисленные награды на его груди – прямое тому подтверждение. Кстати, именно о медалях и орденах шла речь на уроки мужества. Ребята узнали любопытные факты об Ордене Победы. Звезда, обрамленная бриллиантами. А бриллиант – это обработанный алмаз. Дробить его очень сложно. А дробили вручную, только один мастер стал. И каждый орден имел другую цену. Вот этих бриллиантов в обрамлении звезды от 150 до 174 штук. Это единственный орден, который выпускался не на Монетном дворе, а в ювелирной мастерской. И каждый орден – это ювелирная работа, причем ручная. И, конечно, вспомнили на уроке мужества и тех, кто сражался на фронте. Отдавал все свои силы ради победы. На примере советских солдат, уверен танкист Владимир Лабутов, нужно учиться стойкости, мужеству, чувству долга и любви к родине. А подобные уроки должны проводиться не только накануне 9 мая, а намного чаще. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.